В Люберцах первую и шестую школы закрыли на капитальный ремонт. Он проходит в рамках госпрограммы образования Подмосковья и программы капитального ремонта школ, и инициированный президентом России. Учащиеся, а их более 1200 человек, временно переведены в ближайшие учреждения. Почему капремонт вынуждены начать в середине учебного года и какие работы предстоит выполнить, узнал Богдан Колесников. Завтрашный оттяж, что выходила уже бригада на монтаж. Это школы с долгой историей. Учебные заведения распахнули свои двери в 30-е годы прошлого века. Здесь учились не только родители, но и бабушки, и дедушки нынешних учеников. Косметический ремонт в учреждениях проводят каждое лето. Но такие масштабные работы, которые выполнить за три месяца невозможно, проходят впервые. Наступил тот момент, когда капитальный ремонт стал просто необходим. Потому что и в коммуникационных, и в инженерных системах, да и в самом здании зафиксирован большой процент износа. Оба здания построены из белого силикатного кирпича. Но перекрытия в школах деревянные. Их меняют в первую очередь. Все их сейчас снесли. Будем их монтировать новыми современными материалами. На верхних этажах демонтаж и черновая отделка почти завершены. Рабочие приступают к аштукатуриванию стен. Впереди ремонт потолков и полов. Здесь работы будут производиться. Все внутренние работы с заменой всех инженерных систем, с заменой всей слаботочных систем. Получается видеонаблюдение, противопожарные системы, системы безопасный город, радиоточки. Потом доступная среда будет вся обновлена. Самая проблемная точка – здесь во всей школе отсутствовало горячее водоснабжение. Печное отопление много лет назад заменили на централизованное. А вот горячего водоснабжения в зданиях никогда не было. В ходе капремонта установят бойлеры. Горячая вода появится в каждом кабинете. Систему отопления полностью заменят. А также сконструируют вентиляционную систему, которая здесь тоже отсутствовала. Школа очень богатая история, но и очень старая. И нуждалась в ремонте уже очень давно. Особенно это мы замечали по самым верхним этажам. Это и кровля, которая требовала серьезного ремонта. И все коммуникации. После таяния снега и установления сухой погоды, рабочие приступят к замене кровли и окон. Когда внутри основные работы будут выполнены, начнут ремонт и покраску фасадов, заменят водостоки и сделают отмостки. Внешний вид будет полностью меняться. Сейчас разрабатывается дизайн-проект, который будет согласоваться с родительскими комитетами. Бригады работают в две смены. На объектах задействовано более 300 человек. После завершения основных работ строительный мусор отсортируют и вывезут на полигон. К началу нового учебного года все работы должны завершить. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.